Европейский парламент продлевает в Украине миссию своих посланников, бывшего главы Европарламента Пета Кокса и бывшего президента Польши Александра Квасневского. Об этом сегодня сообщили после заседания в Страсбурге, где за закрытыми дверями заслушали отчет экс-президентов об их визитах в нашу страну. Цель европейских посредников приблизить Украину и ЕС к подписанию договора об ассоциации. С подробностями из Страсбурга Надежда Германская. Страсбурга Надежда Германская. Договор об ассоциации в Вильнюсе в ноябре этого года. Мы продолжаем обсуждать дела Тимошенко. Мы всячески будем побуждать ваше правительство и оппозицию к сотрудничеству. Важно, чтобы парламент принимал нужные законы в отношении договора об ассоциации. Квасневский и Кокс провели в Украине десятки встреч с властями и оппозицией. Посещали они Юлию Тимошенко. О чем пишут в своих отчетах эти политики, тайна для СМИ. Для журналистов они почти неуловимы. Но сегодня все же поделились некоторыми выводами. Говорят, прогресс есть. Недавно вышел на свободу Юрий Луценко. Заработал и новый уголовно-процессуальный кодекс. Но утверждают, этого мало. Мы должны признать и поблагодарить украинские власти за сотрудничество. Перед нами открыты все двери, нам предоставлены все документы. По признанию украинских политиков из разных лагерей, наша работа ценится. В особенности то, что мы являемся каналом для коммуникации между Украиной и ЕС. Что, по сути, и является нашей миссией в этих визитах. Сегодня на заседании в Страсбурге, где были и оба докладчика, и глава Европарламента, и депутаты, единогласно решили продлить миссию политиков в Украину. До сентября. А будет ли их миссия выполнена, станет известно уже в ноябре этого года. Надежда Дерманская, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Страсбург. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.